Роман Рогашоков Роман Рогашоков Роман Рогашоков Роман Рогашоков Роман Рогашоков С финансами раньше делал серьезный элемент, да, и попадаешь в долги, и начинаешь анализировать, почему это произошло, пытаешься выяснить, и не можешь найти ответов, потому что недостаточно знаний именно в области финансов. Вот, поэтому, опять же, тема довольно интересная. Ты, наверное, слышал про такого человека, как Роберт Киацаки, про него многие слышали, вот, и он доносит для людей одну основную мысль, что нужно копить активы, покупать недвижимость, покупать то, что приносит деньги, и, соответственно, благодаря этому зарабатывать еще больше денег. Скажи, насколько это вообще ситуация реально у нас в России, вот, насколько это сопоставимо с тем, что у нас? Виталий, ты знаешь, я с огромным уважением отношусь к Киацаки, но мне кажется, он в некой крайности находится, там, жизнь ради приумножения капитала. Я не знаю, в курсе зрителей или нет, но он целых два года жил в машине вместе с женой, да, зубы чистые, они в Макдональдсе, и ты, когда слушаешь кого-то эксперта, ты всегда должен держать в голове вопрос, а хотел бы ты повторить его путь? Вот, я бы не хотел, честное слово. На мой взгляд, он все равно делает полезную вещь, потому что люди сейчас в одной крайности, гонка потребления, они себя, о чем говорит Киацаки, что прекратите себя утяжелять дорогостоящим имуществом, которое вы вынуждены содержать и постоянно работать. Накопите некие активы, которые позволят вам, ну, там, спокойно содержать это имущество. И в этом он прав. Но, наверное, истина где-то посередине, знаешь, между, там, жизнью ради приумножения капитала и потребляться, да, тотальным, в который люди сейчас кинулись. В России это реально. Я тебе так могу сказать, что, ну, я такой, исповедую некий принцип того, что инвестирование – это всего лишь инструмент достижения твоих материальных целей. То есть, вот сегодня буквально с партнером по бизнесу удивительно обсуждали, что в представлении большинства людей инвестиции – это удел только богатых. А знаешь, мое мнение? Инвестиции – это тебе нужны тогда, когда ты недостаточно зарабатываешь, чтобы на заработанные купить себе цели. То есть, понимаешь, когда тебе не хватает денег на самом деле. И реально и жить в свое удовольствие, и при этом создавать активы, там, которые будут давать тебе пассивный доход. В России более чем реально, и, там, 7 лет я этим занимаюсь, и все нормально. То есть, по-твоему, да, ты хочешь сказать, что инвестированием может заниматься абсолютно любой человек вне зависимости от уровня его дохода. Просто многие люди, да, они думают, что для того, чтобы инвестировать, нужно очень огромное количество денег, большой бюджет, да, либо это нужно несколько лет вникать вообще во всю эту деятельность, чтобы начать и нормально добиваться результатов и так далее. Вот как на самом деле обстоят ситуацию? Тебе нужно 5 тысяч рублей, и ты можешь уже начать инвестировать. Фондовый рынок – один из таких самых распространенных инструментов инвестирования в России. Ты можешь войти в него с 5 тысячами рублей, и уже к тому времени, когда у тебя будет хотя бы 100 тысяч, ну, почему хотя бы 100? То есть, я анализирую, ну, допустим, ты эти деньги удвоишь. Если ты удвоишь 5 тысяч, вроде как несущественно, да, там, всего лишь 5. А если ты удвоишь сотку, это еще 100. Вроде как уже ощутимо. Ну, так перед тем, как ты придешь управлять 100 тысячами, ты должен научиться хотя бы на 5 тысячах. И это уже реально. И, понимаешь, абстрактно следить там за котировками, смотреть, что там происходит, неинтересно. Потому что это все равно не про тебя. А когда там твои кровные хотя бы 5 тысяч, тебе уже интересно. У тебя включаются эмоции, и ты впитываешь, как губка, смотришь, что там происходит. Поэтому 5 тысяч – это реально. Единственное, Виталий, мы с тобой как-то ушли в тему инвестирования, я еще раз хочу сказать. Нас приучают, что мы ради инвестиций. Мое мнение искреннее, что инвестиции для нас. Нам деньги нужны не для того, чтобы их есть, в них одеваться, в них спать. Нам нужны деньги, чтобы обеспечить всего определенное качество жизни. И то есть, что такое там, не знаю, одежду, питание и прочее. Ну да, или это инструмент достижения своей жизни. Да, качество жизни. И получается, проблема у большинства людей в том, что они деньги приобретают, а потом деньги расходятся в неизвестном направлении. И качество жизни, насколько они хотели бы, не растет. И у человека тогда некая такая растерянность. Так, я думал, что начну больше зарабатывать, и все мои финансовые вопросы будут решены. А фактически, когда человек начинает больше зарабатывать, у него еще больше сложности. Может, он начинает на себя брать дополнительные обязательства. Или, ну, к примеру, там, зарабатываешь ты, не знаю, 100 тысяч рублей. Можешь ли ты на эти деньги за три месяца купить себе квартиру? Нет. Большинство людей не мыслят категориями трех месяцев. Самые умные мыслят категориями год. Ну, 100 тысяч тебе надо еще на что-то пожить и прочее. И ты думаешь, ну, даже за год не куплю квартиру. И вот теперь у тебя встает вопрос. Вот, начну я зарабатывать на 20 тысяч рублей больше, из которых откладывать 10 тысяч рублей. Которые инвестировать там хотя бы по 20% годовых. Суммарно это, в лучшем случае, за год 150 тысяч. Поможет ли тебе 150 тысяч купить квартиру за год? Нет. И у людей опускаются руки. И он говорит о том, что все, я ничего не могу себе позволить. Но, когда мы составляем личный финансовый план, а этот такой, знаешь, навигатор, который смотрит не только в период года, а там на 5, на 10, на 30 лет. И когда он заглядет в этот навигатор и видит, что со 100 тысячами рублей он должен быть миллионером долларовым. А если он не миллионер, там, человек, ну, в обозримом каком-то будущем, то он что-то делает неправильно в отношении денег. У людей уходит вот это вот, знаешь, состояние разочарованности и безысходности. И они уже с огромной радостью начинают что-то делать. И у них доходы растут, потому что они смысл. То есть, большинство людей, они не хотят делать бессмысленные вещи. И когда они не видят, как лишняя двадцатка поможет им поменять качество их жизни, они, естественно, не хотят больше зарабатывать. Получается, когда они видят, когда они научаются переводить деньги в качество жизни, в этом заключается финансовая грамотность, понимаешь? Именно не в том, чтобы достаточно зарабатывать это одно, но повторюсь, что я знаю людей, которые зарабатывают 600 тысяч, но у них деньги разлетаются так, что им не хватает качества жизни. И они считают, что у них денег недостаточно. И я знаю ребят, которые сотку зарабатывают, но там все до копейки на самое значимое, важное, которое позволяет, знаешь, вот кайфовать от жизни. И они чувствуют, да мне больше денег не хватает, потому что денег должно быть достаточно, чтобы о них не думать. А ведь любые деньги можно растражирить. Можно там футбольный клуб купить, да, там не все они раскуплены. Можно там в космос так слетать, и можно на яхте, как вы не хотите. Скажу больше, иногда даже люди не понимают, куда эти деньги улетают. У меня лично была такая ситуация недавно, в апреле месяце, весной, что была заработана довольно неплохая сумма денег, и все. И за счет того, что я не умею просто управлять финансами, меня никто не обучал и так далее, они просто все куда-то быстро разлетели, я толком не понял, куда. Потому что не зафиксировал. То есть очень здорово, что мы перешли от темы инвестирования к теме управления. Сейчас, ну пожалуйста, вот в продолжение, потому что ты говоришь. Я помню разочарованность своего отца. Сколько бы денег он не приносил, мама всегда находила, куда их пристроить. Причем в восприятии женщин правильное вложение денег – это получше еда, получше одежда. Это неплохо. То есть на это должны быть деньги. Но для мужчины воспринимают по-другому. И получается, когда люди зарабатывают больше денег, и это не меняет кардинально их жизнь, у них разочарование, понимаешь? И ощущение, ну я же вроде сделал главную вещь, начал больше зарабатывать. Это не главная вещь. И поэтому огромное количество людей обламывается в отношении денег, потому что они просто не умеют ими управлять. А вот как именно нужно управлять деньгами так, чтобы их хватало на проживание, хватало на тот уровень качества жизни, который хочет человек? Вот я слышал, ты упомянул про финансовый план, да? Есть еще какие-то рычаги управления деньгами? Смотри, давай я просто, чтобы объяснить, суть управления деньгами сводится к четырем простым действиям. Их сложно применять, потому что их надо детализировать, но на понимание очень круто работает. Первое, пойми, что тебе нужно, потому что деньги это всего лишь средство чего-то купить. И когда у тебя нет понимания, чего на это купить, нет значимости, вот деньги придут, я сразу их туда отправлю. То очень часто у тебя кто-то их занял, не вернул, у тебя что-то сломалось, вот никогда не ломалось, именно в этот раз сломалось, понимаешь? Потому что оно какая-то магия, с одной стороны это магия, но с другой стороны это здравый смысл и понимание, что если у тебя не будет понимания, что вот туда я эти деньги отправлю, деньги разлетятся. Поэтому первое, надо понять, что ты позволишь себе на уровне текущего комфорта, что для тебя важно. И второе, что ты позволишь себе для того, чтобы свое качество жизни перевести на новый уровень, да? Потому что можно увеличивать средний чек в ресторане, а при этом продолжать на метро ездить, да, к этому ресторану. А можно все-таки там и сделать так, чтобы на машине к этому ресторану подъезжать. И здесь важен баланс. То есть первое, тебе надо понять, куда ты хочешь прийти. Второе, начни откладывать на это деньги в достаточном количестве. То есть тот самый бюджет семейный, о котором многие говорят, это как раз инструмент распределения денег между тем, чтобы сегодня было хорошо, и при этом завтра все-таки ты на машине начал к ресторану подъезжать. И дальше ты сравниваешь свои текущие финансовые возможности со своими целями. Если это бьется, а где ты сравнишь, это как раз инструмент финансовый план, то все нормально. Огромное количество людей живет в ощущении неуверенности в завтрашнем дне. Почему? Они думают, они не знают, сколько им на самом деле нужно денег. И есть категория людей, которые зарабатывают уже достаточно, а при этом себя живут. Морально что? Я зарабатываю недостаточно. Сравни. Соотносятся твои цели с твоими финансовыми возможностями. К сожалению, у большинства цели запредельные, а доходы маленькие. Люди не умеют зарабатывать больше. И тогда нужно подключать еще два инструмента. Увеличение доходов и инвестиции, чтобы те деньги, которые ты отложил, чтобы они тоже зарабатывали дополнительную денежку. Но это только два дополнительных действия. Потому что больше зарабатывать, это как минимум подумать, как повысить эффективность своего действия. Я молчу о том, чтобы больше работать. Но работать то же самое, но подумать, как эффективнее работать, это усилие. И для того, чтобы больше зарабатывать, нужно приложить усилие. И для того, чтобы приложить усилие, у тебя должна быть мотивация. Оно мне надо или нет? Понимаешь, да? Вот они, четыре простых действия. Поэтому цели, бюджет и балансовый отчет, как инструмент контроля денег. Финансовый план, как вообще некий план распределения денег для всего этого. Ну и там инвестиции и увеличение доходов. Есть еще одни вещи. Финансовая защита, замена психологических установок на конструктивные. Это тоже определенные факторы влияют. Потому что очень много людей сами саботируют свой собственный успех. Или знаешь, когда в кармане 200 тысяч, ты начинаешь, «О, мне не кажется, таких денег им сейчас по голове дадут». Паника включается просто. Да, да, да. И то, чего они боятся, жизнь отталкивает. И у человека никогда не будет больших денег. Ему они дискомфортны. Они должны быть комфортны большие деньги. Понимаешь? Здесь много нюансов, на самом деле. Которые, ну, знаешь, мне очень нравятся. Наверное, это не комфортны не большие деньги, а цель, которая стоит за этими деньгами. То есть само то, что человек хочет приобрести. Большинство людей, когда представляет, что вот у них будет машина за 5 миллионов, они не представляют, как им будет круто, там, они начнут так, сколько будет стоить замены резины, а если я поцарапаю крыло, а если там, а сколько бензин будет жрать. Ну, понимаешь, у них в первую очередь идет вот это вот сопротивление, саботаж внутренний. И больше всего то, что мне нравится в отношении денег, это то, что вот я, хотя финансист, я уделяю деньгам 2 минуты в день. Ну, это не самое, деньги, управление деньгами, это не самая интересная задача. Интереснее их тратить. Когда, ну, знаешь, когда они на это предусмотрены, когда ты уверен в том, что ты тратишь, когда ты, тебя жаба не душит, что ты переплатил, тебя жаба не душит, что ты не доплатил, что завтра там ни на что будет жить, понимаешь? Когда они приносят удовольствие, наоборот, какое-то, очарование, печать там. Да, да, все верно. Я сравниваю управление деньгами с вождением машины. Ты один раз научился, а дальше ты этого даже не замечаешь. И вот прелесть с деньгами в том, что ты однажды встроил правильные финансовые привычки в свою жизнь, понимаешь? А дальше, когда они автоматически работают у тебя, ты даже не напрягаешься, у тебя прирастает, прирастает качество жизни и богатство. И в этом, вот, мне финансы нравятся больше всего. Что ты можешь, там, не знаю, за месяц научиться в фоновом режиме, совмещаясь с реальной жизнью, а дальше тебе всю жизнь это будет давать прибыль. И это уже превращается в навык. Да, да, так же, как в сведении с вождением автомобиля. Смотри, личный финансовый план, да, вот правильно ли я понимаю, что он представляет из себя единую какую-то систему, которую мы сами составляем, и по которой видно, куда, как распределяются средства, в каком количестве, на какие сферы нашей жизни. Ты заработал денег. Там, какую-то часть, у большинства это почти все, у меня это 20%, я на потребление тратчу только 20% своих доходов. Ты отложил на то, чтобы сегодня тебе было комфортно. Оставшиеся деньги ты направил, грубо говоря, там, на повышение качества жизни. То есть, вот эту вот процедуру разделения денег на текущее потребление на цели, это в бюджете все происходит. И вот те деньги, которые на цели, они переходят в финансовый план. А там ты предусматриваешь определенную финансовую защищенность и покупку целей, там, хронологической последовательности от более ранних, более поздних. И если не хватает, то тогда ты подключаешь еще механизмы инвестирования, что пока ты еще там квартиру не купил, пусть денежки эти поработают, и тебе меньше зарабатывают. И там все очень четко прописано. И когда у тебя приходят дополнительные деньги, ты распределяешь их не по принципу, знаешь, гуляя рвани на что. Да, много мы себе не поздравляем. Я лучше себе там чего-нибудь прикольное куплю раньше, понимаешь. И тебе меньше соблазнов. Ты изначально, это не значит, что ты должен жить по плану, тебе станет скучно. Нет, наоборот, все свое веселье запихни в финансовый план и сделай так, чтобы на самое значимое в первую очередь шли деньги, а на всякую фигню, которая тебя, знаешь, на эмоциях вовлекает, но фактически ты завтра просыпаешься и думаешь, зачем я на это повелся. У меня там, нахрена мне там 25-я кофточка, если я могу на тайский массаж сходить, понимаешь. Меньше непредвиденных каких-то эмоциональных подложек. Да, да, потому что ты знаешь, что для тебя самое важное, от чего ты получишь максимум удовольствия. Потому что, ну, там, не знаю, знаешь, вот один известный тренер Брайан Трейсон говорит, что чем больше мы получаем положительных эмоций, тем более мы свою жизнь воспринимаем счастливой. И вот деньги, они должны приносить положительные эмоции. Если ты расстался с деньгами, они не принесли положительные эмоции, то для твоей психики ты выкинул деньги, их не было у тебя никогда в жизни. И вот ты сидишь и паришься, как бы мне больше зарабатывать, а фактически тебе по-другому начать тратить, и для твоей психики будет как будто бы ты начал больше зарабатывать. Представляешь, какое, ну, это круто. И ты вначале на небольших деньгах научаешься выжимать максимум удовольствия из своих денег, а дальше уже, когда ты понимаешь, что да, прикольно, мне нравится, у меня есть результаты, получается, у тебя мотивация. Есть больше стимула увеличивать доход. Да, да, именно так это и работает. А скажи, пожалуйста, вот в процессе всего, вот всей вот этой деятельности, связанной с финансами, да, какие были основные ошибки, которые тебя много научили? Можешь перечислить там две-три штучки, благодаря которым были какие-то такие инсайды, которые очень сильно повлияли на твои результаты? Первое, попытки изобретать велосипед. Дело в том, что большая часть инструментов уже изобретена. И не надо выпендриваться и говорить, что вот они там фигнёй страдают, а я тут самый умный. То есть, знаешь, у меня горе от ума. Я не знаю, я же чемпион своей республики по шахту, там, у меня золотая медаль, красный диплом. И вот это вот горе от ума, которое заставляло меня там пытаться самому изобрести то, что уже сделано, оно отсрочило мой выход на тот комфортный уровень жизни, в котором я сейчас нахожусь, отсрочило на несколько лет. То есть, если бы я отключил вот это «я самый умный», просто пошёл и правильно научился бы у тех, кто уже умеет, ну, это бы сэкономило мне уйму эмоций положительных, ну, вернее, я не получил бы негативные эмоции. Это первое. Второе. Очень часто мы воспринимаем жизнь как некий, знаешь, там, неуправляемый хаос. И я не знаю, какие усилия приложить, и, может быть, у меня получатся результаты, а если у меня получились, я не знаю, как их повторить. И вот, знаешь, живём в таком хаосе, там, тут случайно. Фактически в жизни ничего не случайного. Действует чёткий закон причины-следствия. Просто проблема в том, что очень часто, когда мы наступаем на грабли и получаем полбу, мы не понимаем, что мы на грабли наступили. Мы думаем, палка вылетела сама из воздуха и дала нам по башке, понимаешь? А фактически всё очень просто. Ты наступил на грабли. И основная задача человека, который хочет изменить ситуацию в каком-то, научиться распознавать, где грабли, на которые ты наступаешь, и где ниточки, дернув за которые, ты сделаешь в жизни те результаты, которые ты хочешь. Понимаешь, да? Какие причины создать, чтобы получить мощные результаты? И там регулярно, вот я сейчас очень активно развиваюсь в управлении бизнесом. И там буквально на прошлой неделе, там, у меня было некое такое подведение итогов, когда я понял, что есть ещё далеко куда расти, я так чуть расстроился, потом на выходных, ну, порастраивался, вспомнил, так, всё, всё, причины-следствия. Какие я причины создал для того, чтобы, так, какие мне надо создать? То есть надо уходить от эмоций к логике. И третий момент, огромное количество людей тупо мазохисты. Нас зазомбировали на геморрой, и нами геморройный сценарий будущей жизни воспринимается гораздо более позитивным и понятным, вернее, не так, не позитивным, но знакомым, понимаешь? А когда ты длительное время получаешь какие-то хорошие результаты, ты такой, так, что-то не то, подвох, сейчас у меня что-нибудь упадёт, там, испортится. И мы в душе рабы, мы в душе смирились со сценарием неудачника. И когда кто-то начинает говорить о том, что всё может быть по-другому, у нас внутренний бунт, тараканы в защиту, а это фигня, это всё разводят, а вот он сам... Ну, понимаешь, да? Мы саботируем сами собственный успех. И когда я понял, что нет ни одной причины, по которой я должен плохо жить, у меня очень сильно, когда я реально это осознал, когда я с этим соединился, когда я перестал сопротивляться, понимаешь, у меня пошли очень мощные изменения по жизни, я перестал отталкивать от себя возможности. И вот эти три момента. Первое. Не изобретать велосипед, взять работающие технологии. Второе. Уйти от восприятия жизни как хаос, понять, что вопрос причин, которые ты запускаешь, ты можешь заменить эти причины, это всё в твоей власти. И третье. Позволь себе наслаждаться жизнью, получать результаты. Ты этого достоин. Ты не достоин куска железа, даже и за 3 миллиона рублей, или твоя там девушка не достоин, что ли, твоя мама не достоин собственной квартиры всю жизнь, жить в конуре, там съёмной. Ну, это же бред, согласись? Ты этого достоин. И почему ты не можешь это иметь? Ты обязан это иметь. И только ты сам от себя, ну, закрываешь от того, чтобы это всё иметь. Очень, да, на самом деле распространенная проблема у многих людей, чисто из-за настроя такого, из-за такого мышления, как раз не получается сдвинуться с места и добиться каких-то своих целей, или пойти хотя бы им навстречу. Да. А скажи, вот такой момент ещё, где проще всего научиться управлению финансами? То есть, может быть, какие-то у тебя есть программы специальные, если есть, то можешь рассказать немножко о них, потому что эта тема довольно интересная. Смотри, весь вопрос в чём? Надо просто подставить свою голову под поток качественной информации в отношении денег. Она начнёт менять твоё мышление, ты начнёшь что-то из этого применять, потому что, знаешь, когда у тебя 250 непрочитанных книг, с каждой следующей вероятность, что ты хотя бы одну прочитаешь, понижается, потому что ты стоишь перед ними, знаешь, и какую бы выбрать. А, ладно, потом начну. Ну, так вот, если ты слушаешь, применяешь, у тебя есть какие-то результаты, ну, вопрос качественной информации найти, нужно стать финансово грамотным. Есть короткая дорога, есть длинная дорога. Длинная дорога – это там постепенно, самому, там бесплатно, там вебинары, мастер-классы, там блоги, статьи. Есть очень крутой инструмент подкаст. У меня есть радиопередача, они в прямом эфире, а в записи, где там на 40-50 минут мы различные темы с гостями обсуждаем. Называется «Вперёд к финансовой свободе». Он в интернете есть, есть в этих мобильных устройствах, в подкастах. На подстере я записываюсь. Можно подкасты слушать, это бесплатно. Понятно, что кому-то нужно ещё, знаешь, он не готов ещё решиться, там полностью изменить свою финансовую ситуацию. Ему нужно ещё где-то постукаться головой, но он уже делает какие-то правильные действия. Он тестирует мои советы. Ну, не обязательно мои, можно чьи угодно, но просто вот одним из таких источников качественной информации в отношении денег являюсь я. А второе – это когда человек уже, знаешь, готов перестать тащиться к своим целям по жизни со скоростью полкилометра в час и готов хотя бы с нормальной скоростью 80 километров в час ездить. Ну, нужно, по сути, там выучиться, обучиться такому минимальному необходимому набору управления финансами. Знаешь, как получить права на управление финансами? Мне очень нравится этот образ прав. Вот есть, у нас принято в автошколе ходить, на самом деле вот есть такие, знаешь, финансовые автошколы, что называется. И у меня есть тренинг, там, двухнедельный, деньги всегда он называется, за которые человек, вот, полный программу построения, приведения финансов в систему, в порядок проходит. Есть там у каких-то моих коллег по цеху, я там не сильно отслеживаю, честно говоря. Поэтому нужно просто вот бюджет, цели, финансовый план, активы, пассивы, инвестиции, увеличение доходов. Вот эти вопросы в системе, ну, пройти и, там, разработать себе финансовый план, как, знаешь, как звезда на елке новогодние, и будут результаты. Поэтому можно подыскать в интернете, можно, если там понравился мой подход, моя лыгая, рассуждение по поводу денег, то из бесплатных это вот мой подслушный подкаст «Вперед в финансовой свободе». Либо сейчас в ближайшее время мы уже бесплатный тренинг запустим, больше денег в твоем кошельке 2.0. Там 30 будет уроков, раньше было 7 уроков, сейчас мы его расширили, люди уже с этих уроков получают финансовые результаты. Но если хочется резкий рывок, результат под ключ, то этот тренинг, вот, платный, больше денег в твоем кошельке. Нет, повторяюсь, деньги всегда платный продукт, двухнедельный тренинг, где человек там полностью отлаживает эту систему. Очень интересно, я думаю, что я посещу этот тренинг, потому что меня самого очень дико интересует эта тема. Интересно еще знать, что можно ли на инвестировании только заработать большие деньги, скажем так, и увеличивать капитал, увеличивать доход только за счет инвестирования, или ты рекомендуешь все-таки как-то проверить само инвестирование с основным источником дохода? Вот есть такое вообще понятие, да, как пассивный доход, и, конечно, что ли, реально для этого? Смотри, дело в том, что можно только на инвестирование. Ты зарабатываешь, не знаю, свои 30, 50, 70, 100 тысяч, у кого как, и там какую-то часть тратишь, а все остальное идет на инвестирование. Можно и так. Другой вопрос, что, знаешь, я по жизни столкнулся с тем, что то, что ты зарабатываешь больше, это следствие того, что ты больше полезен людям. Когда ты развиваешься, когда растет объем пользы, которую ты отдаешь в этот мир окружающим твоим клиентам, там, или работодателю, который для тебя выступает, твоим клиентам, увеличивается обратная связь от этих людей в размере тех доходов, которые ты получаешь. И мое искреннее убеждение, чтобы не ставить только на инвестиции, можно и зарабатывать больше, и инвестировать. Ну, это и то, и то стоит, и те, и те инструменты стоит подключать. Тем более, что увеличение доходов может практически любой человек увеличить доходы. Будь то учитель, инженер, пенсионер не может, потому что он сидит и на государственной субсидии, да, на пенсию. Он не дает уже какую-то ценность. Он в прошлом давал, капитал никакой не скопил, или если скопил, там, ну, потратились, потерялись деньги. А любой работающий человек может больше зарабатывать в своей сфере, в своей, даже не переходя в другую. Посоветую вот нашим зрителям, да, каких-то 3-5 советов основных, которые улучшили бы их финансовую ситуацию, потому что, я думаю, что у многих, если вы смотрите это видео, есть какие-то вопросы, и у себя внутри, как вам дальше вообще действовать, и что делать. Вот личный финансовый план, да, вот какой должен быть порядок, в общем, личный финансовый план, увеличение доходов, инвестирование и так далее. Порядок следующей цели. Финансовый контроль, это бюджет-баланс, защита финансовая, финансовый план, инвестиции, увеличение доходов. Из советов, начните изучать эту тему. Вот самое простое, загубите в интернете, вперед к финансовой свободе, найдите подкаст на самую тему, которая больше всего вас зацепит, больше всего понравится, и начните слушать, и уже начните применять какие-то действия, будут результаты. Просто сейчас там еще тратить минут 15 на то, чтобы давать какие-то финансовые упражнения, либо можно там подписаться на какие-то мои бесплатные уроки. Начните что-то делать. Управление финансами – это да более простая процедура. Самый важный момент – это понять, что можно повлиять, можно изменить ситуацию. И для этого надо что-то, простейшее действие сделать и получить результат. Соответственно, какие-то минимальные упражнения, которые я даю практически на любом своем наступлении, – спасибо большое за ответы на вопросы. Я думаю, что это интервью окажется полезным многим, в том числе оно оказалось очень полезным для меня. Очень рад, что ты согласился ответить на мои вопросы. И последний, наверное, вопрос самый маленький. Когда у тебя состоится ближайшее мероприятие, на которое можно будет прийти? Смотрите, ближайшее мероприятие у меня в эту среду, то есть послезавтра, где будет некий такой промо-вебинар. Я буду рассказывать о том, то есть подведение итогов уходящего года, как прожить этот Новый год и не разориться, то есть прожить эти праздники и не разориться, простые советы, и составление финансового плана на 2014 год. То есть там уже некие рекомендации, методики я поделюсь. Поэтому там, по-моему, 8 часов что ли он. Ну, в общем, я думаю, что можно будет к этому видео ссылку прикрепить. Да, я обязательно приду, и вам тоже, зрители, уважаемые, советую прийти. Ссылку мы разместим внизу под этим видео. Большое спасибо еще раз. На этом, я думаю, все, не буду принимать это время. И я желаю успехов тебе, я желаю успехов вам, чтобы у вас все было хорошо с финансами. И большое спасибо, что пришел. Да, тебе тоже спасибо, что пришел. Все, всем счастливо, пока. Удачи.